«Готов к труду и обороне» – этот лозунг знаком многим с детства. Комплекс физкультурной подготовки в образовательных, профессиональных и спортивных организациях он был призван создать в обществе здоровую и патриотическую атмосферу. К счастью, мы сейчас видим, что активно и проявляет интерес молодежь, проявляет интерес школьники старших классов. Мы видим свои задачи в том, чтобы помочь им увидеть это движение, помочь им поучаствовать в этом движении. Советский комплекс ГТО просуществовал 60 лет – с 31 по 91. Его решили возродить, когда стал очевидным – спортом занимается все больше и больше людей. Очень многие люди начали спортом заниматься, повышение благосостояния привело к тому, что многие люди начали заниматься не просто бегом вокруг дома, а покупать экипировку для лыжного вида спорта и так далее. Можно ли считать, что это в том числе повлияло на решение возродить нормы ГТО? Как вы заметили, в последнее время популярность спорта, вовлеченность населения значительно увеличилась. Мы видим это, что гораздо больше людей стало заниматься, в том числе лыжами, предположим, как мы видим это на нашей лыжероллерной трассе. В Советском Союзе люди, сдавшие нормы ГТО, пользовались особым почетом, наравне с пионерами и всеми теми, кто популяризировал здоровый образ жизни. Сегодняшнее отношение молодежи к спорту показывает, что нормы ГТО готовы к возвращению в Россию. Мы вышли на улицы города Одинцова, чтобы узнать, как люди относятся к инициативе наших властей. Положительно отношусь. На самом деле очень рад, что вообще возобновилась вся процедура и привлечение молодежи к спорту. Я считаю, что это интересно. Во-первых, люди хотят узнать, насколько они сильны, в чем они преуспевают, в чем они отстают. Может, в чем они могут еще преуспеть. Новый российский комплекс ГТО будет содержать 11 возрастных ступеней. Каждая включает в себя разные упражнения. Обязательные испытания состоят из тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Успешно прошедшие все этапы программы люди получат заветные значки. Эти значки не просто так повесил на пиджак и носишь, они еще дают материальные блага. Для людей, кто поступает в институты, даже одни из самых лучших образовательных учреждений, такие как РЭУ имени Плеханова, РУДН, они дают дополнительные баллы, если ты имеешь этот значок золотой или серебряный. Комплекс ГТО носит исключительно рекомендательный характер. Сдавать его не обязательно, но весьма полезно. Принципы ГТО – это добровольность и доступность, здоровительная и личностно ориентированная направленность, обязательность медицинского контроля и учет региональных особенностей и национальных традиций. Так что, конечно, это необязательная вещь. Задача государства и наша задача – показать, что это в самом деле необходимо, рекомендовать это людям. Приобщиться к этой возрождаемой спортивной традиции нашей страны можно будет и в Одинцово. 23 февраля в волейбольном центре пройдет зимний фестиваль ГТО. Чтобы поучаствовать в испытаниях, нужно посетить официальный сайт комплекса gto.ru, зарегистрироваться и получить личный код. Затем дело за малым – лишь доказать свою силу, гибкость и выносливость. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.